Здравствуйте! В эфире программа «Место происшествия» о том, что случилось в Краснодаре на Кубани за минувшие сутки. Расскажу вам я, Татьяна Леонова. Факты, комментарии, расследования и наиболее резонансные происшествия во всем по порядку прямо сейчас. Их право на парковку защищают правила, почему водителям стоит поубавить интерес к парковочным местам для инвалидов. Вооружился до зубов в автомобиле жителя Лобинского района. Оперативники обнаружили автомат Калашникова и патроны. Сел за руль под шофе и устроил ДТП с пострадавшей. Подробности дорожного конфликта в Крымском районе. Замучила совесть житель Новокубанского района. Признался в двойном убийстве. По версии следствия, в порыве кнева, изрядно подогретого алкоголем, он лишил жизни двух близких людей. 11 декабря там обнаружили тела 55-летней женщины и ее 81-летней матери. Главы семьи дома не оказалось. Как выяснилось, бросился в бега. Но с таким тяжким грузом мужчина продержался недолго. Добрался до Ростова-на-Дону и сам пришел в полицию, где все рассказал. По доставлению в Новокубанск, подозреваемый в ходе допроса дал признательные показания и сообщил следователю обстоятельства убийства супруги и ее матери. С его слов, по месту жительства, в состоянии алкогольного опьянения, на фоне бытовых разногласий, он нанесли не менее пяти ножевых ударов супруги, а после причинил черепно-мозговую травму тещи. Затем подозреваемый принял мет к сокрытию следов преступления и скрылся. Я еще взял спиртное, выпил спиртное, поехал в город Ростова-на-Дону. В городе Ростов-на-Дону, ну там полдня, можно сказать, шатал по городу, приходил себе. Ну и когда пришел в себя, решил обратиться к сотрудникам полиции. Приехал на главный железнодорожный вокзал города Ростова. Во всех обстоятельствах семейной драмы теперь разбирается следователь. В ближайшее время им будет направлено ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу. Незаконное хранение оружия и боеприпасов фигурантом уголовного дела по такой статье стал житель Лобинского района. На кадрах оперативного видео досмотр его автомобиля, внутри автоматы, патроны. Зачем мужчине понадобился весь этот арсенал, выясняют правоохранители. Сотрудники уголовного розыска оперативным путем получили информацию о том, что 40-летний местный житель может хранить у себя оружие и боеприпасы. В связи с этим была проведена проверка, в результате которой информация подтвердилась. В ходе досмотра автомобиля 40-летнего местного жителя сотрудники полиции обнаружили и изъяли автомат и 17 патронов к нему. Подлинность оружия и боеприпасов подтвердила экспертиза. Незаконные игры с оружием для мужчины могут закончиться лишением свободы. Ему грозит до 4-х лет тюрьмы. Вместо шальных денег перспектива надолго загреметь тюрьму. В Кореновском районе кубанские полицейские сдержали начинающего драгдилера. Парню 22 года, он житель станицы Выселки. Судя по этому фото, торговать наркотиками планировал с размахом. В багажнике его машины оперативники нашли 4,5 килограмма в запрещенной синтетике. Со слов молодого человека, товар он привез из Москвы и планировал сбыть через закладки. Партия крупная, задержанному грозит вплоть до пожизненного заключения. Чем ближе новогодние праздники, тем жарче на парковках крупных торгово-развлекательных центров Краснодара. Дабы отбить охоту, занимать парковочные места, специально предназначенные для людей с ограниченными возможностями здоровья, дорожные полицейские провели рейд. В этот раз к ним присоединились общественники. Долго ждать нарушителей и блюстителям порядка не пришлось. Среди водителей оказалось немало желающих отправиться за покупками, оставив свои автомобили на местах с легко узнаваемой разметкой. Их пристыдили и напомнили о штрафах. Ежемесячно за нарушение правил остановки и стоянки на местах для инвалидов автоинспекторы составляют около тысячи административных протоколов. Напоминаем, что за стоянку и остановку транспортных средств на местах для инвалидов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Нужно бережно относиться к этим людям. Для них там любой лишний метр движения, любой шаг, любая ступенька приносит физические страдания. Поэтому задача общества сформировать позитивное, бережное отношение к инвалидам. И самое главное, что есть правила дорожного движения, которые нарушать нельзя никому. И все люди, все автолюбители должны понимать, что если они приезжают в торговый центр и видят место для инвалидов, его занимать нельзя. Добавлю, что участники рейда проверяют не только соблюдение правил парковки, но и законность использования познавательного знака «Инвалид». В акватории Черного моря 12 декабря прокинулась яхта «Вега». Ее обнаружили в час сорок ночи в Геленджикской бухте, примерно в десяти метрах от берега. По данным Южного следственного управления на транспорте, яхта принадлежит жителю Геленджика. На борту было пять человек, троих смыло волной в море, до суши добрались только двое. Где третий пока неизвестно, а в случившемся разбираются следователи. Они проводят проверку, опрашивают пассажиров судна. В Крымском районе в результате пьяного ДТП на больничной койке оказалась 23-летняя автоледи. Ее Субару на перекрестке неожиданно атаковал ВАЗ. От удара иномарка сменила траекторию движения и угодила в фонарный столб. Для автоледи дорожный конфликт обернулся травмами и госпитализацией. За рулем отечественной легковушки находился 54-летний мужчина. По предварительным данным, он был нетрезв. Возможно, именно поэтому не уступил дорогу. Обстоятельства происшествия устанавливают автоинспекторы. В нашей традиционной аварийной рубрике видеоподборка дорожных конфликтов на перекрестках Краснодара. Все они в течение минувших суток были зафиксированы камерами ЕДДС. Не уступил дорогу водитель такси, либо спешил на заказ, либо просто задумался, так или иначе поехал с нарушениями. На пересечении Ставропольской и Таманской он врезался в бок авто своего оппонента, который уверенно двигался по главной дороге. Такую же ошибку допустил и водитель на перекрестке Кирова и Орджоникидзе. Он не уступил дорогу иномарке. Еще одна авария произошла в районе улиц Красной и Бабушкина. Там столкнулись две иномарки. Удар не сильный, но вмятины на кузовах авто остались. На этом все. Смотрите нашу программу, но не становитесь ее героями. Будьте аккуратны. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok